В то время как коммунистическое правительство Китая постепенно ускоряет массовый культурный геноцид Уйгуров, секретарь порткома Уйгурского автономного района Ма Син Груй назвал деятелей литературы и искусства символом великого возрождения китайской нации. Ма Син Груй призвал внести вклад в написание истории Синьцзяна. Согласно сообщению китайской сети Син Хуа, 30 января Ма Син Груй был избран 13-м председателем политического совета Уйгурского автономного района в январе. Он участвовал в обсуждении совместной группы Комитета по литературе, искусству и СМИ и издательскому делу. Действительно, интенсивные политические призывы китайских властей в отношении уйгурской литературы и искусства в последнее время, несомненно, привлекают внимание экспертов в области уйгурской культуры и литературы за рубежом. Уйгурский интеллектуал и поэт Азиз Исаил Кун, живущий в Лондоне, подчеркнул, что в последние годы китайское правительство все больше расширяет так называемую кампанию осознания китайской нации в литературе и искусстве уйгурского региона. Исаил Кун также сказал, что призыв Ма Син Груй был признаком того, что китайское правительство продолжит уничтожение национальной культуры в уйгурском регионе, уничтожит уйгурскую литературу и искусство и усилит китаизацию. Уйгурская интеллектуальная поэтесса Рахилия Камаль, вице-президент Всемирной ассоциации уйгурских писателей, сказала, что хотя уйгурская литература и искусство в настоящее время остаются в тени в результате массового культурного геноцида, совершенного китайским правительством против уйгуров, это самобытная культура, которая не теряет своей жизнеспособности на протяжении тысячелетий, однажды возродится. Рахилия Камаль подчеркнула свою веру в то, что искра уйгурского национального духа и национальной мысли не угаснет, и что плоды уйгурского художественного творчества скоро расцветут. Согласно исследованиям НИПС, компания Microsoft удаляет из сети интернет информацию о преследуемых в Китае уйгурских турок. Результаты поисковой системы Bing технологического гиганта показывают, как ее китайские пользователи получают результаты отличные от результатов американских пользователей. И в самом вопиющем примере радостные уйгуры улыбаются и танцуют на видео Бинга в выдаче поиска по слову уйгур при въезде в Китай. Это является частью масштабных пропагандистских усилий, направленных на то, чтобы убедить весь мир в том, что уйгуры живут идиллической жизнью под властью Китая. Результаты поиска по слову «уйгуры» в США включают ссылки на новостные сообщения, в которых упоминаются угнетения и страдания, а также изображения уйгуров в масках небесно-голубого цвета флага этнической группы в знак протеста против правительства Китая. Посольство Китая в Турции опубликовало заявление о трагедии в Кюльджи 5 февраля, в котором отрицало бесчеловечную расправу, совершенную им 27 лет назад и пыталось очернить акции, посвященные этой трагедии. В 27-е годовщину трагедии в Кюльджи жители восточного Туркестана, проживающие в разных странах мира, организовали различные демонстрации и мероприятия. В заявлении посольства Китая в Турции говорится, что сепаратистские силы, направленные против Китая, необоснованно искажают избиения также умышленные и непредумышленные убийства в Кюльджи. В отчете, опубликованном во вторник двумя голландскими спецслужбами, говорится, что китайские хакеры, спонсируемые государством, проникли во внутреннюю компьютерную сеть Министерства обороны Нидерландов в прошлом году. Агентство голландской службы военной разведки и безопасности и служба общей разведки и безопасности заявили, что хакеры разработали сложно-вредоносное ПО, которое скрывает их деятельность в сети Министерства, сообщает Reuters. Российская энергетическая компания «Газпром» сообщила, что поставки природного газа в Китай по трубопроводу побили рекорд суточного объема в этом году в шестой раз. В письменном заявлении российской энергетической компании «Газпром» говорится, что ежедневный объем поставок по трубопроводу «Сила» в Сибири по-прежнему превышает контрактные обязательства. В заявлении не разглашается информация о количестве природного газа, поставляемого по трубопроводу «Сила» в Сибири. В 2023 году «Газпром» поставил в Китай 22 миллиарда 700 миллионов кубометров газа. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в Газе так много невинных людей, которые умирают от голода, это должно прекратиться. Джо Байден, который назвал египетского президента президентом Мексики, заявил, что президент Мексики сначала не хотел открывать дверь для прохода гуманитарной помощи. Я убедил его, и я убедил Биби Нетаньяху открыть ее с израильской стороны.